Сегодня в нашей студии, в цикле передач «Наши» гости – литературная вдова. Вдова по-русски – это в русской литературе, это профессия, это долг, это миссия. И наша гостья несет ее достойно. У нас сегодня в гостях Лена Довлатова. Здравствуйте, Леночка. Здравствуйте, Саша. Лена, начнем прямо с верхнего «до». Недавно я видел фотографию самолета, который называется Сергей Довлатов. Я уже однажды летал на самолете, который называется Андрей Сахаров, и подумал, что еще живы люди, которые его насильственно кормили. Наверняка еще живы люди, которые Довлатова отказывали в праве публиковаться. Но самолет уже есть, а памятник скоро будет. В Таллине, говорят, строят памятник. Скажите, Довлатов предвидел свою славу? На этот вопрос, то есть я, взяв на себя смелость, могу сказать, что разговоров, во всяком случае, именно о таком варианте или в таком виде, конечно, никогда не велось. И Сергей наверняка не думал об этом. К тому же, если вы помните, он даже и писал об этом. Он даже не называл себя писателем, когда у него спрашивали. Он говорил, что он рассказчик. Я думаю, что он был человеком с достаточно приличным вкусом, чтобы даже не пытаться представить себя. Одно дело говорить об этом, а другое дело думать. И Довлатов вообще очень ответственно относился к своему месту в литературе. Однажды он мне сказал, говорит, ну вот я хотел бы быть как Куприн. Куприн тоже был рассказчиком, между прочим. Как вы считаете, если бы он и видел, что творится сегодня вокруг имени Довлатова, какова была бы его реакция? Я не могу на этот вопрос ответить. Не могу ответить на этот вопрос однозначно и кратко. Вы знаете, мои друзья в Ленинградске, я никогда не знал Сергея в Ленинграде, они всегда говорят, что Довлатов стал писателем в Нью-Йорке, а Довлатов говорил, что писателем стал в Ленинграде. И поэтому есть некоторая непонятность. Когда Довлатов стал, по-вашему, писателем? Довлатов стал писателем, по-моему, при рождении. Потому что есть подтверждение этому, что сейчас антиквариус, антикварный дом, продает рукописи детские Довлатова, которые оказались совершенно случайно в руках у нашего бывшего приятеля, который сейчас их пытается продать через этот дом. Там уже находятся письма Сергея, которые он писал отцу с 5 лет, по-моему. Там огромная переписка до армейского периода. Потому что армейский период уже вся переписка опубликована. Да, там есть стихи Довлатова, кстати, очень интересные. Да, стихи. Но он готовился к этой... То есть не готовился, он был готов, по-моему. В этом смысле он счастливый человек, я считаю, потому что он четко знал, что он будет делать и к чему его жизнь, к чему он предрасположен. Знаете, есть такой вопрос. Что бы делал Довлатова, если бы он не был писателем? Бродский, например, говорил, что он хотел бы быть военно-морским офицером. Чему я не верю, но неважно. А что бы Довлатова мог делать? У него была какая-нибудь запасная идея? У него был замечательный слух музыкальный. Кроме всего прочего, он рисовал прилично. Я думаю, что какая-нибудь из творческих профессий из этой области какая-нибудь, наверное, осуществилась бы. Очень может быть, что он бы стал музыкантом. Мне всегда казалось, что он должен был быть джазистом. Да, он любил джаз. И, конечно, он был тем более, что у нас в семье у него уже были родственники, которые к этому имели отношение. Играл в джазе его троюродный брат. И был, кстати, мы однажды были на концерте, приезжал джаз из Армении. Там был какой-то человек по фамилии Довлатянцев. Я соединила эти понятия, поэтому подумала, что, наверное, это уже... Говоря об Армении, Довлатову есть такая фраза. Я сын еврея и армянки был заклемен как эстонский националист. Кем Довлатов себя считал по национальности? Ну, как любой интеллигент, он считал себя... Принадлежал... Я думаю, что национальность у себя он считал принадлежность к русской литературе, к русской культуре и русскому языку. Поэтому... А геоголом? Ну, вы помните, когда мы работали в Новом Американце, нам тоже задавали этот вопрос, пытаясь выяснить, какого направления эта газета. Вы же помните, что Сергей по этому поводу сказал? Мы русская газета, потому что на русском языке, мы еврейская газета, потому что мы пишем для наших соотечественников, ну, в одной из своих колонок. Ага, да, я помню, помню эту колонку, теперь я вспомнил. Но Довлатов, конечно, еще лучше сказал, когда его спросили, а кто Бабель был? Он говорит, одни говорят русский, другие говорят евреи, по-моему, хороший писатель. Это, конечно, похоже на Довлатова. Скажите, я недавно разговаривал с Аревым, с этого человека, который так замечательно издавал Довлатова и следил за его рукописями. И я его спросил, что бы было с Сергеем, если бы он остался в Советском Союзе? И он сказал, что ничего хорошего бы не было, потому что его вынудили бы компромиссом. Как вы считаете, мог бы стать Довлатов советским писателем? Нет, я не думаю, что бы он пошел на какие-то огромные компромиссы, хотя сам этот вопрос заставляет тоже задуматься и задать еще вопросы в ответ. Его просто не публиковали. И те тексты, которые были опубликованы, они ведь, в общем, были написаны в то время при советской власти еще. Поэтому я даже не знаю. То есть я точно знаю, что на компромиссы он бы не пошел. То есть карьера советского писателя ему не грозила, да? Ну а каким же он был бы? Ведь все, кто жил в то время, все были советские, и мы были советскими. Были советскими, но были писателями. Сергей писателем бы не стал. Нет, я же говорю, он бы не стал абсолютно таким послушным. Лена, мы с вами познакомились еще до Нового Американца. И Новый Американец был для нас, конечно, и для вас, и для меня, и для Довлатова важным событием. Чем он был для Довлатова? Газета «Новый Американец». Новый Американец был большим явлением и очень большим делом в его жизни. И это все подтверждает, и тут нет никаких вопросов. А как он относился к газете? У меня есть такое ощущение, что для Сергея это была как бы записная книжка. Одно дело литература, другое дело газета. Он однажды сказал, что у меня пучерк меняется, когда я пишу для газеты. Газета для него была, конечно же, огромным делом и выходом к читателю. Потому что, если вы помните, в «Новом Американце» были опубликованы многие его рассказы. Мало того, отчеты о конференциях, на которых он побывал. Нет, это была... Колонки. Это трибуна. Колонки как раз дань тому, для чего газета, для любого журналиста служила бы, я думаю. Хотя его колонки... Колонки его замечательные, они вполне держатся в виде книги. Замечательные колонки, конечно же, они каким-то образом... То есть они в значительной степени представляли лицо газеты. Это я понимаю. Но, тем не менее, колонки – это чистая журналистика. И, тем не менее, газета являлась трибуной для него и площадью для публикации. Кроме этого, мне кажется, ему очень нравилось быть начальником. Он любил вообще вот этот ритуал и подписывался. Главный редактор, Сергей Довлатов, в газете был раз в 10 опечатан. Но, тем не менее... Мне кажется, это была первая официальная должность, которую он занимал. Это была действительно первая официальная должность. Но, тем не менее, вы не должны забывать и сбрасывать счетов, что он никаких решений не принимал, не посоветовавшись с вами в войне. Это тоже верно. У нас такая была олигархия триумфера. Он был человек демократических правил и устремлений. Скажите, а каким вы нас видели? Я задал этот вопрос Кате, вашей дочке, которая была в газете. Довлатов и наказывал так. Если ты будешь себя плохо вести, то мы не пустим тебя на планерку. Потому что планерки у нас были очень веселые. И я спросил у Кати, а какими у тебя оказались? Она же была девочкой совсем маленькой. Она сказала, очень умными и очень пьяными. Похоже? Похоже. Очень похоже. Какими вы нас видели? Мы слишком близко были. Близко друг от друга отстояли. Мы же много времени проводили вместе. И довольно близко. Мне трудно сказать. Я единственное могу сказать, мы были молодые. Когда-то Довлатов написал, что год нового американца, это был очень короткий период, был самым счастливым в его жизни. Это так? Да, это так. Это занимало очень много и времени в его жизни, и сил. И он серьезно к этому относился. Катя, дочка Довлатова, она на моих глазах выросла и стала заниматься отцовскими делами. И, пожалуй, самое главное, что она сделала, это она перевела в заповедник. Заповедник Довлатов считал непереводимой книжкой. Он сказал, что там есть два вармота, из-за которых перевести нельзя, потому что за вами это перевести невозможно. Как Катя живет с Довлатовской славой? Это давит на нее, помогает? Я думаю, этот вопрос лучше ей задать самой. И я только знаю, что когда она переводила заповедник, это оказалось занятием, которое очень приблизило ее к отцу. И я должна со своей стороны отметить, что Катя очень чувствует слово, стилистику отца. И она делала это. Это для нее было большое переживание. То есть оно было и радостное, и грустное. Но перевод очень успешный, он получил какую-то премию. И вообще это у тех, кто занимается Довлатовом, это считается адекватным переводом, что, конечно, это великая заслуга. Это очень трудная работа. Да, и она была очень плотная и довольно долго занималась. Как вы думаете, Сергею понравилось бы? Я думаю, что Сергею понравилось бы обязательно, по многим причинам. В первую очередь, по семейным, да? Ну, естественно, во-первых, потому что дочь уже выросла и смогла сделать, проделать такую работу. Во-вторых, потому что она так хорошо сделала эту работу. И это, конечно... Я помню, когда Алтар говорил, что он растит дочку для того, чтобы она была его переводчиком. У него был такой план тайный. Вот он осуществился, к сожалению. Он осуществился, к сожалению, поздновато, но он не смог. Есть у меня один вопрос, который я не могу не задать. Дело в том, что сейчас в России происходит такое довольно странное поползновение перетащить всех наших эмигрантов на сторону имперского. Ну, например, Бродского. Из Бродского сделали имперского поэта. Есть книга, которая на эту тему написана. Считается, что на независимость Украины, стихотворение Бродского, самое главное во всем его каноне. И в связи с этим я хочу спросить, как вы думаете, Долата мог бы стать Крым нашим? Никогда. Почему? У меня даже не мелькает мысль на секунду задуматься или засомневаться в чем-то. Во-первых, он был демократических абсолютно взглядов. И любому нормальному человеку это событие не может показаться правомочным, правомерным. Или как можно даже обсуждать вопрос. Я с вами совершенно согласен, но вы знаете Сергея лучше. Так что спора у нас не вышло. Лена, я не могу не задать вам вопрос про фильм «Довлатов». Это картина, о которой многие говорили. Я ее посмотрел очень внимательно, хотя с большим трудом, потому что страшно смотреть фильм про близких людей. Но вам-то еще страшнее. Как АО себя видит на экране? Я должна вам сказать, что когда я узнала о выходе фильма, я не знакома с исполнителями ролей в этом фильме. То есть вы не видели ту даму, которая играет вас? Нет, немножко только на экране видела. Я не знакома. Катя познакомилась со своими родителями экранными. А я нет. Но я должна сказать, что в первый момент, когда мне пришел friend request, так называемый на фейсбуке, познакомиться с моим мужем, я запаниковала немножко. И не сразу ответила на это. Вот мне почему-то показалось невероятно сложным встретиться с молодостью. Даже не столько со своей, как с молодостью Сергея. Фильм, ну, как я, я не могу сказать, что я так уж часто на экране показываюсь. Это, по-моему, единственный фильм, где как бы меня, как бы меня играли. Но, опять-таки, игралась, ну, не мой характер актрисы, а литературного героя. Поэтому я довольно спокойно к этому отнеслась. Я даже сказала режиссеру, что мне не важно, чтобы было какое-то уловлено даже физическое сходство. Физического сходства там нет никакой. Вы всегда были и есть красавицы. Чего про актрису, это не скажешь. Спасибо большое. А как Сергей? Он очень похож. Он и похож, и не похож. Это тип, один восточный тип черноволосого, смуглого, черноглазого человека. Он, конечно же, отличается. Но вы же тоже, вы же могли сравнить. Я никогда не видел Довлатова в Ленинграде. И это, конечно, важно, потому что этот фильм не о Довлатве, а о ленинградской среде. И в этом отношении он мне показался очень интересным, потому что эта среда, эта безвыходность этой жизни, которую я хорошо достал. Хотя, кажется, Сергею досталось гораздо больше. Скажите, а какая разница принципиальная между Сергеем в Ленинграде и Сергеем в Нью-Йорке? Разница огромная, потому что, несмотря на то, что его профессионализм признали как бы сразу, тем не менее, его не публиковали, и его как бы известность, сейчас, может быть, людям каким-то трудно поверить, но это не было. Это был небольшой круг знакомых, близких, менее близких, но все-таки людей литературных или около близко от стоящих. Так что, ну, то есть рукописи передавались из рук в руки. Те публикации, которые были сделаны, они действительно, это вот тот самый компромисс, на который Сергей пошел в расчете на то, что, ну, как бы имя появится, и потом, может быть, удастся опубликовать уже свои настоящие рассказы. Поэтому то, что он уже, оказавшись в Америке, получил возможность публиковать свои произведения, конечно же, настроило его, и он, то есть он совершенно стал другим человеком, больше ответственности. Изменился даже стиль его. Он, вот эта вот чистота и простота, кажущаяся, они появились уже именно в Нью-Йорке, когда он стал переписывать все свои произведения. Они все многократно переписаны, подверглись многократной его собственной редакторе, и они, конечно же, отличаются от того, что было написано. Вы работали с рукописями Сергея, недавно сверяя к новому собранию сочинения его книги. А рукописи сохранились сами? Как он их перерабатывал? Рукописи сохранились. Он вывез из России рукописи, и смог с ними работать? Во-первых, ваш приятель Илья Левин, он привез большой рулон. Сережа послал свои рукописи на Запад в виде фотопленки, которая прибыла. И Илья Левин, в конце концов, сколько-то лет уже после того, как мы обосновались в Нью-Йорке, он привез Сереже вот этот рулон. Кстати, он есть, он хранится в архиве. И Нина Алаверт сделала фотокопии, она сфотографировала каким-то образом все это. И у Сережи были рукописи, которые были перепечатаны в этом варианте. Но, опять-таки, когда были посланы эти рукописи, все-таки прошло какое-то время, и Сергей, те, ну, более поздним временем написанные его произведения, они, конечно, уже не попали на эту рулонку. Рукописи свои он не привез. Он их оставил в Питере. Я привезла 17 папок с его рукописями в первый свой приезд в Россию после эмиграции. Вот когда я повезла определять его сборник, его рассказов, которые он... То есть они у вас хранятся, эти рукописи? Да, конечно. То есть архив Сергея существует? Архив Сергея существует, да. Скажите, а сильная разница между черновиками и конечательным вариантом? Да, конечно, разница. Это любопытно было бы, конечно, сверить для будущих полных собраний сочинений. Скажите, да ладно, сказал когда-то, что он 400 рассказов написал в России. Не знаю, правда это или нет, но я знаю, что он написал роман, который я читал. Пять углов. И из этого пяти углов четыре было готово, и один полностью готовый материал, один на ринге, до сих пор не вышел. Почему? Ну, Сергей... Дело в том, что роман он не опубликовал, но части значительные... Западенник из него вышел? Не только. Филиал, первая часть. Да, они уже существуют в отдельном виде. Когда-то у меня тоже спрашивали про... Ну, примерно такой вопрос. Я сказала, что Сергей всю жизнь писал один роман. Может быть. Ну вот, и вот частями он вышел еще при его жизни. И вы не хотите издавать? Вот, например, один на ринге, это законченная поиск в Милгоевском стиле, которая, в общем, на самом деле, наверное, очень интересна была бы для любителей Довлатова. Вы не хотите ее издавать? Пока нет. Мне кажется, что пока еще не настало время. И четвертая часть романа, которая не вышла в отдельной форме, и она тоже, по-моему, очень любопытная, таллинская часть его. Таллинская часть в значительной степени как раз вышла. Да, она вошла в рассказы. Из... да, она вошла. Да, есть. Очень значительная часть этой главы. Но еще из неопубликованного Довлатова сохранились радиоскрипты. Их огромное количество. И они ведь все сохранились. Довлатов тщательно берет свою руку. Да, они сохранились. Что вы думаете, с ними делать? Их огромное количество. Но в завещании было указано, чтобы их ни в коем случае не публиковали. То есть Довлатов прямо оговорил про радио, да? Да, он говорил, чтобы его скрипты не публиковали. Они существуют, естественно. И, наверное, в свое время кто-нибудь обратит на это внимание и будет работать над этим. Но пока еще время сейчас не пришло. Дело в том, что иногда свои скрипты он печатал новому американцу под псевдонимом. Да ладно, это пить не мог псевдонима. Но были кое-что. И тогда их были такие замечательные. Я помню, когда он ведь в каждый скрипт вставлял шутку. У него был рассказ про, ну, маленькая зарисовка про магазин Моня, который рядом с вами. Моня, по-моему, да. Знаменитый магазин, где Довлатов проводил кучу времени. И он спрашивает Моню, почему у вас лечь с мягким знаком? А Моня говорит, какой завезли, таким и торгуют. Мне жалко, что такие вещи не вошли. А письма Довлатова? Ну, письма Довлатова в основном опубликованы. То есть ничего такого не осталось? Нет. Даже части из нашей личной переписки опубликованы в материалах первой конференции. Лена, а какова была семейная жизнь с Сергеем? Таким же фейерверком, как мы это видели? Абсолютно. Да? А что это значит? Это значит, что у нас не было скуки в доме. Это мы все очень были, ну, как бы вовлечены в эту жизнь всегда. Единственное время, когда Сергей сердился и требовал нас всех замолчать, и он сосредоточился, это он писал скрипты. А как он писал прозу? Скрипты и проза принципиально разные вещи. Абсолютно. Как он писал прозу? Он обычно писал сначала черновик рукописный, а потом уже садился перепечатывать его. И с этого момента начиналась редактура. И это могло там происходить, то есть редактура происходила неоднократно. Поэтому каждый раз, когда он что-то перечитывал, он перепечатывал обязательно. Либо целый абзац, либо даже страницу. Однажды, я не знаю, показывал он ему или нет, но мне, например, показал. Он однажды, вот, в качестве редактуры составил страницу. Он сделал вырезки из прежних напечатанных страниц. Редакции. И наклеил, каждый абзац наклеил на чистую страницу. То есть она выглядела именно таким образом. Он очень педантично все это делал и многократно. А вот само сочинение. Мне Сергей говорил, что он выходил на лестницу шесть утра, когда никого не было. И писал, говорит, если я напишу одно предложение, то считаю, что день уже прошел недаром. Это действительно было так медленно и мучительно? Да, он работал очень тщательно. И действительно. Он действительно вставал раньше всех и садился. Я не знаю, начинал ли он с работы свое сидение за письменным столом, но то, что он садился за письменный стол каждое утро раньше всей нашей семьи, это точно. А вы читали все, что он пишет? Абсолютно все читала, но не в процессе. Он никогда не показывал в работе ничего, что было в работе и не закончено, он не показывал. Он показывал уже готовое произведение. Я обычно всегда стоял за плечом и внимательно следил за реакцией. Ему было важно, как воспринимается все это, все тексты. Следил, где будет просмешка? Да, как отреагирует на смешное место, на шутку или что-то. А как он относился к риске? Вашей? Ну, он частенько что-то такое делал, исправлял. Но наша критика, не моя, и Норина, она была чрезвычайно мала. То есть вы принимали его сразу и с удовольствием? Ну, да, разумеется. Ну, почему разумеется? Все не обязательно. Я знаю, что когда я даю читать свои сочинения жене, то я всегда ее злю заранее, чтобы она была свирепее, потому что я считаю, что это контроль качества жене. А, ну, у вас такие кривычки. Нет, Сергей, конечно, очень волновался и ждал, но прислушивался к замечаниям. Ну, вы и сами это тоже знаете. Я не решался. Хотя внешне он так особенно не выражал это так, чтобы вы могли порадоваться сразу. Я не знаю, я настолько был всегда его поклонником, что у меня как-то не приходило в голову и лезть с замечаниями. Единственное, что я ему сказал, что пять углов, должно быть пять частей. Напиши пятую часть. И Долата, к сожалению, его не написал. Мне до сих пор кажется, что это было бы очень здорово, если бы роман все-таки был закончен. Да, я недавно его перечитала. И как? Ну как, я вам сказала, что в значительной степени этот роман уже вышел отдельными книжками. Это ничего не значит, конечно. Я не хочу вмешиваться, но, по-моему, это ничего не значит. И если бы его собрать заново, то это была бы другая книга, по-другому, в другом контексте она звучала бы иначе. Если бы он дожил до этого времени, я думаю, что он бы этот роман превратил в встроенное и цельное произведение. А так он действительно составлял пять частей. Недавно я был в супермаркете и вдруг увидел пожилого мужчину, и вдруг мне показалось, что это Сергей Довлатов. Он мне часто снится, я часто его вижу на улице, это старая история такая. Ведь у Сергея были замечательные гены. Я знал его отца и мать, они умерли в хорошем возрасте. Скажите, вы представляете себе, что бы делал Довлатов сегодня? Кем он был бы? Морчливым стариком. Я думаю, что он занимался бы по-прежнему тем, чем и занимался всю жизнь. А что бы он писал? Вот этого я вам не могу сказать. Но он же только перед самым концом начал писать новую книгу. Я думаю, что он писал бы уже больше о своей американской жизни. То есть об Америке именно. Довлатов и Америка, в каких отношениях они были? И в каких отношениях они стали? По-моему, они были в замечательных отношениях с самого начала. И даже его литературная жизнь подтверждает, что начало было хорошим. Все-таки не каждому писателю в эмиграции удалось такое количество очень известных изданиях опубликоваться. Все-таки это о чем-то говорит. Лена, последний вопрос. Как быть персонажем Довлатова? Ведь он о вас очень много написал. Как вы себя чувствуете, встречая себя на его странице? Ну, я не могу сказать, что это я. В смысле слова. Я слишком близко к этому стояла и стою. Чем дальше, тем больше мне это нравится. А злились поначалу? Поначалу злилась. Да, в некоторых местах. Он трижды описал историю вашего знакомства. Похожа хоть одна? Все похожи. Ну что ж, на этой ноте мы закончим наш разговор. Большое спасибо, Лена. И я желаю вам продолжать свою деятельность, потому что всем нам нужно, чтобы Довлатов был с нами. Дорогие друзья, в нашей студии была вдова Сергея Довлатова и Лена. Спасибо. До следующей встречи. Субтитры подогнал «Симон»